И самое главное, вода, которая должна греться, у нас 4 рубля 40 копеек, а здесь 29 рублей 85. Видно, попа светила или кто. Где они эту воду взяли? Иван Анискин объясняет жителям дома, насколько завышена цена на воду в их районе. Разбирается с проблемой пенсионер только с начала этого года. Вода горячая, почти наполовину дороже. Отопление наполовину дороже. И все, вот это нас не устраивает. А ведь если рынок, то выбираем надежного партнера и дешевого. С проблемой пенсионер обратился в администрацию. Там ему дали ответ, что от нынешней котельной их могут отключить уже через год или два. Но пока не принята новая схема теплоснабжения, в которой будет определен поставщик тепла и горячей воды в этом районе. Надо принять схему теплоснабжения. Все крупные города в стране приняли, некоторые пять лет назад приняли Красноярск. Крыльская администрация это дело заволокитила. Вот только-только сейчас разработка схемы теплоснабжения осуществляется. Что предполагает схема? Надо оставить те котельные, где самая хорошая экология, самый низкий тариф и самая надежная мощность. Начальный вариант схемы теплоснабжения предполагал замещение котельной Фармэнерго. Но потом этот документ решено было доработать. И теперь эксперты не исключают вариант, при котором котельная останется в системе. Пришедшие на сход специалисты смогли пообещать лишь то, что как только теплоснабжением займется Красноярская ТЭЦ-2, качество горячей воды улучшится. Наши теплоисточники работают в циркуляционном режиме. И безусловно это сказывается на качестве ГВС в летний период. И если в случае жителей улицы Саянской будут подключены к нам, мы надеемся, что качество ГВС будет точно такое же, как и у других потребителей наших. Депутаты горсовета пообещали проконтролировать этот и другие вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, высказанные на сходе. Димит Лабушев, Михаил Ткачук, Афонтова, Новости.